виталий приветствую тебя наш традиционный совместный эфир с небольшим опозданием но ничего лучше позже чем никогда в эфир выйти мы с тобой должны были потому что рынки крайне интересные мы обещали собственно наших подписчиков не оставлять без информации которые следят за нашим совместным контентом я предлагаю сегодня вкратце подвести итоги прошлой неделе потому что на прошлой неделе было заседание американского регулятора отчет non-farm pearls то есть в прошлый понедельник мы как раз и готовили вас друзья к тому что на рынке будет жарко волатильность будет значительно и в принципе так оно и вышло другого наверное сценария не могло быть потому что действительно фон был крайне неоднозначным ну и кстати говоря фон этой недели сегодня промежуточные выборы в сша еще четверг отчет по инфляции поэтому в целом одна неделя сменяется другой фон остается интересным и за это мы должны быть благодарны рынкам которые подкидывают нам фон за которым нужно следить я предлагаю демонстрации экрана идти и вот параллельно сопровождать опять же то что у нас было с тобой в прошлый раз в отношении индекса доллара когда мы с тобой разбирали именно доллар в прошлый раз я комментировал свои ожидания потому что инструмент сохраняет потенциал роста и я всерьез рассчитывал на то что индекс доллара имел возможность прорваться в район 114 даже 115 пунктов в рамках тех пяти торговых сессий которые мы торговали опять же на прошлой неделе учитывая вот тот фон который обозначил это заседание американского регулятора и данные по нон-фарм параллс и на протяжении всей недели буквально с понедельника по четверг мы действительно увидели как индекс доллара набирал потихоньку мало-помалу и достиг локального максимума сопротивления 113 пунктов но под отсчет нон-фарм параллс который был опубликован честно говоря неоднозначный эффект он вызвал и я до сих пор не согласен с теми кто считает что ну вот рост уровня безработицы это достаточное основание чтобы отправить опять же индекс доллара на те значения на которых он находится сейчас я с этим не согласен потому что по анализу экономической теории вот я привык рассуждать о нон-фарм параллс прежде всего показатели роста количества новых рабочих мест как мы знаем с этим показателем было довольно все неплохо фактически цифра была 261 тысяч по моему новых рабочих мест но существенно выше прогноза который был на отметке 200 тыс а если еще и разобрать показатель позапрошлого месяца он был пересмотрен с повышением с как раз 263 тысяч по моему до 300 с тем большим то есть если бы у нас сейчас была возможность посмотреть на график опять же среднего значения создаваемых новых рабочих места вы бы легко друзья убедились в том что в целом к рынку труда с учетом особенно текущих условий вопросов нет создает рабочие места это доказывает тот факт что экономика остается на плаву и сравнивая опять же экономику сша с другими странами мира особенно с отдельными представителями европейского союза то понятно что сша вообще просто красавчики в этом плане плане стабильности и скажем демонстрация более-менее нормальных макроэкономических показателей тех условиях которых это вообще возможно сейчас делать индекс доллара в пятницу активно продали и вернули по сути к поддержке 110 пунктов на которые мы начинали по сути прошлой неделе вот история повторяется что будет дальше дальше нам снова нужно следить за фундаментальным фоном мы смотреть за тем как индекс зодор отреагирует на итоги промежуточных выборов и на предстоящий отсчет по инфляции по промежуточным выборам я разделяю позицию большинства то есть сейчас пытается прогнозировать что там будет я полагаю что все-таки контроль над конгрессом перейдет от демократов к республиканцам но к сожалению пока что не буду ручаться за и не буду брать браться за прогноз того как это скажется на повестке политической байдена ну конечно же ему будет труднее уже реализовывать все те инициативы которые которые еще не реализованы потому что по сути большинство конгресса будет контролировать уже не его партия но я не знаю там о том какой степени либо там уровне взаимодействия они сейчас осуществляют в том числе и внутреннюю политику республиканцы демократа может быть какая-то синергия есть но я сегодня своем брифинге говорил о том что он в любом случае если республиканцы действительно получат контроль над конгрессом какой-то период неопределенности скорее всего проявится и в этом свете я считаю что индекс доллара может получить дополнительную поддержку потому что опять же как актив по тур обычно растет в условиях неопределенности и и предстоящий отчет по инфляции который выйдет в четверг я думаю что базовая инфляция снова подрастет с 6 6 процентов до 6 7 процентов как минимум и чем опять же выше будет уже обновленный показатель индекс потребительских цен тем больше будет оснований ждать декабрьское заседание не просто как очередное заседание регулятора но как то на котором оставку снова могут повысить на 75 байсных пунктов поэтому друзья вот текущий котировки 110-24 я думаю что он поддержка 110 пунктов это достойный уже неоднократно проверенный уровень который можно использовать как вот уровня потенциального отскока валютной пары в расчете на продолжение восходящего движения можно поставить отложку на уровень более где-то 109 80 стоп лосс 108 80 и ждать уже рост индекса доллара к следующей неделе к следующему нашему с тобой эфиру с учетом того что понедельник следующий у нас будет возможность обсудить с тобой результат выборов и данные по инфляции которые вы так еще у нас прошлый раз была европейская валюта в принципе ожидания по снижению локально как и в ситуации с долларом первые четыре торговой сессии мы видели поскольку рост доллар европейская валюта снижалась локальный максимум был по на отметке 0 97 29 но в пятницу за одну торговую сессию по сути все было компенсировано нейтрализовано и пара евро доллар снова вернулась в район паритетного значения то есть где она торгуется сейчас то же самое как и в ситуации с индексом доллара очень важный уровень психологической поддержки но в отношении индекса доллара 110 пунктов здесь конечно же сопротивление которое находится на отметке паритета я считаю что европейская валюта лишена каких-либо фундаментальных серьезных оснований чтобы продолжить развитие дальнейшего роста поэтому те кто согласен с тем что евро потенциальный усадер здесь можно как бы не вертеться не крутиться здесь купил здесь прод вопрос нужно сохранять короткие позиции и ждать снижение европейской валюты к уровню 0 97 ниже последний прогноз голма сакс он был пересмотрен на ближайшие три месяца с отметки 0 97 до 0 95 это в расчете опять же на усиление энергетического кризиса к концу этого года что вполне реально потому что цены на нефть мы видим растут цены на нефть продукты тоже повышаются газ также постепенно стремится к тому чтобы обновиться новые локальные максимумы знак равно еще и исторический максимум как золото 1170 долларов за тройскую лунцу это четырехчасовой таймфрейм я ты знаешь сейчас конечно же если поставить на идею того как должно вести себя золото в условиях потенциального роста доллара конечно же золото должно оставаться под давлением но когда есть возможность я периодически делаю отсылку на индекс рыночных настроений сейчас вот по данному значению я вижу то что большинство трейдеров золото как раз а шарти причем а по индексу настроений сейчас остановка сил 63 37 соответственно попробую вот до следующей недели я на своих брифингах также рассказывал такую недельную как а срочную спекулятивную сделку покупки золота со целями 1725 и выше поэтому тем кому интересно тоже поучаствовать в этой сделке я рекомендую смотреть на уровень 1680 оттуда покупать с целями 1725 стоп лоссом на отметке 1665 рынок нефти активный рост 9770 сейчас по моменту рост был прогнозируем ожидаем я думаю что даже комментарии какие-то сейчас излишне потому что понятно что проблема дефицита предложения становится все острее зима все ближе и и сезонные факторы поддержки и факторы именно анализа соотношения спроса предложения это все сейчас попутный ветер для покупателей какие следующие цели я думаю что 100 мы можем увидеть даже в рамках этой недели но средне долгосрочные ожидания это вообще движение в районе 110 и выше и пара доллар иен еще была с целями 145 ген за доллар все также пока банк японии вот где-то там присутствует не палится не проявляется в плане каких-то анонсов того сколько денег было влита по случаю какого-то дополнительного давления на иен влита в финансовую систему но то что собственно мы не увидели очередного похода в районе 150 ген за доллар доказывает то что банк японии где-то рядом и я считаю что на фоне его присутствия мы легко можем увидеть вот ту цель который обозначил сто сорок пять иен за один доллар пока что снижение продолжается придали слово тебе так всех приветствую давайте пройдемся по тем по поводу того что ты сказала выборов которые сейчас проходит сша как они появляют на рынке я в принципе тоже не беру не берусь прогнозировать как она повлияет и так далее я не буду скажем ходить в ту когорту аналитиков прогнозистов которые говорят ну там придут республиканцы будет так-то будет там прижалее байдену будет так ну это то же самое как знаешь когда в газдуме это был такой жириновский да который там шампанское открывал трамп на что-то что-то с этого да кто-то подхватывает тем какую-то что если эти придут так будет так то есть понятно что будет по-другому потому что на республиканцы они придерживаются скажем поддержка экономики сша не за величие сша демократы они больше как бы лезут по миру да что там делают где-то хорошо где-то плохо что-то будет по-другому да понятно я сугубо оцениваю рынок с технической точки зрения есть если что-то показывает я говорю смотрится сюда возможно покупать или шарки то есть уже по факту что могу сказать одно что нужно быть аккуратным на этой неделе потому что рынок может быть волатильный но в принципе так как все ожидают что победят республиканцы то в принципе новость ожидаемая поэтому я думаю не будет каких-то сюрпризов как было с победой трампа в шестнадцатом году да когда он победил это было для всех шоком вот это да это новинка текущие все ожидают поэтому на рынках думаю не будет сюрпризов и так ну давайте чтобы прошлый понедельник по нефти марки бренд принципе не только понедельник последние несколько недель мы с тобой активно покупали нефти я в принципе был за покупку нефти напомню до этого я спрогнозировал очень хорошо среднесрочный шок по нефти когда мы с тобой общались еще весной начало лета я говорил что нефть смотрится в район 100 и ниже ну принципе 80 добили практически да очень хорошее снижение показали и в октябре текущего месяца текущего года я перевернулся и среднесрочные баки называл несколько целей по нефти марки бренд это первая цель среднесрочная 100 мы ее сделали то есть с уровня 90 очень хороший там уровень поддержки был как по фибоначи 89 90 так и плюс по моим моделям где определил что у нас это произошел заходной импульс на разворот вот этого тренда коррекция и мы получили первую цель в районе там девяносто девять сто дальше ожидаю 110 и в район 125 конечно это будет не не там течение там этой недели да мы только к цели сто мы двигались примерно три недели после завершения коррекции после каких-то коррекций возможно будет дальше искать точки входа на покупку пока я их не вижу эта коррекция как может быть как мелкие в районе девяносто пять девяносто шесть дальше продолжим рост или затянуться уже по факту когда будут какие-то точки захода я буду говорить но кто ранее покупал обязательно здесь часть какую-то зафиксировать и на коррекция дальше докупаться поэтому такие среднесрочные цели я назвал и подтвердил дальше что у нас было еще это серебро отличная отработка понедельник я был быков по данному инструменту я говорил все что выше 19 а точнее пока мы находимся выше импульса который был образован в середине октября очень хороший мощный импульс который говорил о покупках мы очень хорошо пошли наверх сделали цели 20 21 я думаю что серебро имеет шанс еще больше и примерно там район 22 23 конечно возможно как стекущих так и после небольшой какой-то коррекции так как у нас прошел импульс нам бы накопить и примерно если кто ранее не покупал не послушался меня так скажем о покупках шахтил кого-то другого слушал примерно возможно дальше снова набирать в районе 20 со стоп лоссом в районе там 19 конечно по факту лучше смотреть что здесь накопим так как прошлое накопление было очень красивое поэтому я показал он по данному инструменту конечно пробить быть сильный уровень 21 и там уже откроется скажем перспективы на рост хорошие дальше по золоту аналогично я был быком по данному инструменту здесь золото сходило вверх более тяжело нежели серебро так иногда бывает я говорил что когда мы находились где-то в районе 1000 1640 плюс минус да где-то в этой области отменный сценарий я говорил если мы пройдем минимума октября мы кстати добили до них но не прошли сильный уровень поддержки плюс импульс на текущий момент локальные цели мы сделали в районе 1670 дальше я ожидаю золота как и ты в район 1725 аналогично как и по серебру не исключаю какую-то коррекцию возможно ли с текущих рост да но где-то в районе 1650 вот если мы туда спустимся я бы здесь поставил там лимит очку на покупку но это так скажем напряжение вдруг мы там провалимся без без остановки то это уже другое и состав лосом за получается пятничный минимум 1625 условно если мы сюда откатимся я думаю дальше возможен рост про 1725 так скажем это такие локальные цели которые вижу глобально более я не исключаю еще пробой вот этой поддержки но это уже по факту будем смотреть что здесь будет дальше рисоваться потому что золото я еще вижу почему-то ниже где-то в район возможно 1550 1500 и дальнейший рост по некоторым причинам возможно еще сильное падение но после небольшого рост так дальше что у нас еще осталось по криптовалютам я прошлый раз говорил зал он был принципе неплохо подросли находились по эфиру в этом районе с копейками на неплохой рост был но так скажем по bitcoin аналогично мы торговались где-то в районе выше 20 тысяч я говорил bitcoin больше 20 тысяч смотрится народ он был неплохим где-то тысячу долларов мы сделали наверх но там какие-то пошли читал так не вникал сильно какие-то разборки крипто крипто мире да и вот наверно не на этих новостях рынок сильно просил но скажем на росте локально можно было заработать выйти по безупытку если ждать повыше я ждал повыше но так скажем выход по безупытку куда-то с аргентом вышел дальше что здесь можно сказать посмотрим как сегодня завтра закроется рынок если мы будем откупать и снова там условно эфир будет закрываться выше 1500 сегодня завтра то дальше возможно возможно дальнейший рост короче буду смотреть ну и по валютам принципе что я могу сказать я был медведем по евро доллару и по фунт-доллару на на прошлой неделе в начале недели был медведем особенно советовал со всех инструментов фунт-доллар шапки но под конец недели я уже видел что там напрашивается по-любому какая-то коррекция это было ну скажем ожидаемо почему потому что здесь такое длительное падение и по-любому какой-то будет откат я даже вот ребятам стал пятницу что на рынке ожидается коррекция она произошла достаточно мощная и эта коррекция скажем показала мощный импульс наверх и до пятницы закрылась я уже стал быком по евро доллару и я думаю что здесь рост возможно еще не закончен и мы протестируем где-то меточку 101 ну вот максимум который у нас был и возможно там 102 и так далее поэтому я сейчас по валютам конкретно нахожусь не рынка наблюдаю я буду евро доллар покупать при наличии сигнала конечно это такой спекулятивный спекулятивная покупка потому что глобальная за снижение но хотелось бы скажем прокатиться на этих волнах коррекции поэтому возможно где-то в районе 0 99 если мы спустимся сегодня завтра я бы здесь прикупил евро доллар со стоп лоссом за пятничный минимум с целями high октября и повыше ну напоминаю что глобально по индекс доллара я вижу логи какие-то я рассматривал что мы пойдем на сильный рост 115 и выше после теста 110 но еще раз вернулись и здесь достаточно агрессивно возврат произошел и такое ощущение что мы можем пониже и там 109 где-то прям там возможно 108 плюс минус но это уже по факту будем смотреть если здесь уже так скажем нарисуется хороший лон я буду дальше покупать индекс доллара с целями на обновление исторического максимума то есть там то 1475 и выше с текущих возможно покупать индекс доллара ну как-то достаточно рискованно после слива который был пятницу и вчера в понедельник поэтому поэтому если кто-то подвинуть то хочет научиться так анализировать рынок организировать хорошую покупку по серебру по нефти по валютам еще неплохо получилось у меня кстати на прошлом деле с учениками очень детально разбирали покупку натурального газа тоже получил хороший спрашивал комментариях то есть на текущий момент я пока не рынка так как у нас было накопление накопление это топливо для определенного движения было определено в сторону импульса мы его отработали будет новое накопление будем будет новое скажем это прогноз поэтому если кому интересно так научиться напомню у меня есть курс обучения модельный трейдинг на сайте кухта капитал под видео есть ссылочка пишите в телеграм личку виталий кухта да по всем вопросам я отвечу чтобы там скажем не смотри все время и не зависеть от меня от артема у других трейдеров да то есть нужно самому учиться учиться думать паранозировать рынок так как скажем это будет скажем более надежно ну и в принципе все да я пока в принципе глобально с тобой да за рост доллара но скажем не ощущение что он будет через более какие-то минимумы проходить ну это скажем ощущение и то что график показывает как она будет по факту что нарисует возможно ближе четвергу по инфляции что-то прояснится возможно нет еще два слова скажу тоже очень важно как мы сегодня закроемся я кстати вот когда мы с тобой понедельник говорили я говорил что если будет какой-то импульс вниз то я буду медведь по фондовому рынку мы понедельник нарисовали во вторник неплохой импульс на часовом там фрейме был мы здесь я предлагал шахтить на текущий момент так у меня бычье какое-то легкое спекулятивное настроение появилась после пятничного закрытия я предложил рассматривать покупки и вот если мы сегодня нарисуем какой-то откат возможно возможно покупать достаточно нужно быть осторожным так как глобально напомню мне кажется что снг 500 будет дальше очень сильно падать вопрос текущих или он будет через это локальные максимума там в район там 4000 пунктов возможно чуть выше но я вижу сильное падение по данным можете посмотреть что произошло с акциями фейсбук точнее с амазоном другими да там просто давили некоторые в пол в этому есть там еще некоторые моменты по поводу в следующем году крупных байбеки да это будет компания покупать свои деньги крупные портфели акции с рынка возможно она даст какую-то поддержку плюс вот этот сантимент рыночный он негативный то есть все смотрят вниз а это означает что скажем могут и пойти против рынка вам уже нужно конкретно смотреть по факту что рынок рисует менять прогнозы да потому что как нефть да я ранее был активным медведем по нефти мы падали появился сигнал я покупаю не нужно там брать там на протяжении года и все время что-то шарпить шарпить нужно иногда спекулятивно там от купить перевернуться в таком формате виталий спасибо тебе за развернутый анализ тоже пробежался ты по всем сегментам финансовых рынков отдельники спасибо за это конечно же потому что так действительно формируется представление о глобальных настроениях которые сейчас очень важны повторю что впереди важные события выборы и отчет по инфляции мы с видали мы будем держать вас в курсе друзья как всегда понедельник обсудим где там и что произошло с рынками поэтому обязательно не пропускайте наше совместное видео все-таки стараемся для вас если есть вопросы оставляйте в комментариях виталий еще раз спасибо что нашел время хорошего тебе тоже крейдинга в рамках этой недели торговли на новостях но в кавычке возьму эту фразу понятно что не подразумевается то что как как звучит но просто с учетом от этого фундаментального фона и хорошего выходных спасибо пока пока